В минувшее воскресенье футболисты Бельской Заре выехали в Кишинев, а оттуда вылетели на учебно-тренировочный сбор в Турцию, который продлится почти три недели. Сегодня Бельская Заря уезжает на тренировочный сбор в Турцию. Там они встретятся с несколькими соперниками, надеемся, что привезут победы, а по возвращению из Турции продолжат свое шествие в национальном чемпионате. В Анталии Бельский футбольный клуб проведет пять спаррингов с другими командами. На данный момент известны четыре их соперника, а также даты и стадионы, где пройдут матчи. Через несколько дней, 27 января Заря встретится с украинским клубом «Александрия», 31 января с российским «Оренбургом», 5 февраля с хорватским «Сплитом», а 8 февраля с казахстанским клубом «Акжепес». Пятый спарринг-партнер станет известен позже. Как будут проходить сборы, чего ждут бельские футболисты от этой поездки? На вопросы журналиста БТВ по сложившейся уже традиции ответил самый возрастной игрок «Бельской зари» – 35-летний нападающий Георгий Богю. Вы отправляетесь на сборы в Турцию. Скажите, чего ждете от этих сборов? Ну, наверное, в первую очередь, чтобы без травм, чтобы мы играли достойно эти игры, которые будут контрольны для нас. И, наверное, пожелать нам все-таки успеха. Как надолго вы уезжаете? Мы на 18 дней уезжаем. И, опять же, хотим провести плодотворный этот сбор. Насколько нам известно, у вас будет 5 спаррингов с 5 разными соперниками. Что знаете о соперниках и чего ждете от этих игр? Ну, о соперниках мы и так знаем название команд. Но, опять же, наверное, перед игрой мы там будем думать с тренером и готовиться именно к той игре, которая будет на данный момент. По поводу нашей игры, нам, наверное, будет интересна наша игра, как мы будем играть, а не как команда. То есть будем строить нашу игру. Скажите, известно ли вам, в каком отеле вас разместят? Какие условия будут? На каком поле будете играть? Ну, как я понял, у нас будет два отеля. Один в Белике, второй в отель в Сиде. То есть будем по 9 дней в одном отеле, 9 дней в другом отеле. А там, что касается футбольного поля, там очень много футбольных полей. И неважно, на каком из них будем играть. Уже поинтересовались, какая погода вас ждет в Турции? Вроде там потеплее, чем у нас. Да, мы каждый год ездим в Анталию. То есть мы уже знаем, что там погода хорошая. Там 15 градусов иногда и 20. Там намного теплее, чем в Молдавии. И поэтому мы летим туда, потому что там хорошие погодные условия и для подготовки к чемпионату. Скажите, на сборах, наверное, заниматься будете только тренировками. Но будет ли какое-то свободное время у ребят? Обычно как это случается? Ну, случается обычно, конечно. Один день выходной – это обязательно. Потому что 18 дней интенсивно тренироваться и игры – это очень тяжело. Поэтому один день, я думаю, все равно будет. С чем вас ждать со сборов и что скажете болельщикам? Ну, опять же, мы постараемся все игры провести на хорошем уровне, добиться положительного результата. И болельщикам, не знаю, хочу им пожелать здоровья, чтобы они были рядом с нами всегда. И чтобы мы их радовали. Команду на сборы в Турцию провожали фанаты. Бельщик! Бельщик! Легкой дороги, ломбарки. За тебя стоим, король! Напомним, 17 января красно-черные со счетом 1-0 выиграли свой первый товарищеский матч в этом году. Благодаря голу Александра Суворова они обыграли команду с Фынтул-Георгия. А накануне вылета в Турцию, 21 января, Заря провела еще один контрольный матч. На этот раз с Кишиневским-Зимбру. Обыграв соперника со счетом 2-0, по одному голу забили два Георгия – Овсяников и Богю. По возвращению из Турции Заря продолжит подготовку к чемпионату и 24 февраля в очередном туре встретится с Аргеевским Милсами.